В эфире проект 24 вопроса. Я Андрей Кривошеев. Здравствуйте. Менее 500 дней до вторых европейских игр в Беларуси. Но спортивный мегафорум уже меняет облик столицы, преображает спортивная арена и диктует новое качество для отечественного спорта, общепита, туристической отрасли, журналистики и даже волонтерского движения. Насколько Беларусь готова стать хозяйкой столь серьезного спортивного форума? Как европейские игры повлияют на имидж страны и наших атлетов? Удастся ли избежать громких допинговых скандалов и умиротворить европейскую политику олимпийскими принципами? О спорте, играх и не только говорим с главой дирекции вторых европейских игр Георгием Катулиным. Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых европейских игр» 2019 года, генеральный секретарь НОК Республики Беларусь. Окончил Белорусский политехнический институт и Белорусский государственный институт физической культуры. Трудовой путь начинал в должности инженера на Минском заводе имени Вавилова. Был председателем заводского спортивного клуба «Вымпел». Возглавлял Белорусскую ассоциацию любителей культуризма. Семь лет работал в должности генерального секретаря Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса. С 2005 по 2015 годы генеральный секретарь Национального олимпийского комитета, член комиссии ЕОК по международной деятельности. Два года работал советником. В августе 2017 года назначен на должность директора фонда «Дирекции вторых европейских игр» 2019 года, генерального секретаря НОК Республики Беларусь. Вы как оцениваете и нашу готовность, и восприятие нас в мире? Если мы посмотрим на историю нашей современной Белоруссии, то такого уровня и масштаба событий у нас еще не было. Как вы знаете, есть небольшая история, что первоначально вторые игры получила право проводить Голландия. Но они вынуждены были отказаться, поскольку с одной стороны не нашли поддержки у своих федеральных правительств, а с другой стороны они предложили концепцию, которая так диаметрально противоположно отличалась от того, что мы видели в Баку. То есть предлагалось не иметь централизованной деревни, разбросать игры по 7 или 8 городам Голландии. В итоге превратить это в ряд международных соревнований, проводимых в одной стране в течение какого-то определенного времени. А мы к тому времени уже получили право проводить Европейский юношеский фестиваль. И вот руководство Европейских Олимпийских комитетов обратилось к президенту Национального Олимпийского комитета пересмотреть возможности и поднять статус нашего участия совершенно в новом мероприятии. Европейцы предложили нам организовать вторые европейские игры с учетом возможностей, первое. Второе, дали нам право расширить программу за счет видов спорта, которых мы заинтересованы. Ну и третье, реализовать, скажем так, международную идею, которая лежит даже в основе... Вы знаете, есть такая международная повестка, Agenda 2020. Ее принял Международный Олимпийский комитет на последнем Олимпийском конгрессе, где декларируется принцип устойчивого развития и снижения затрат при проведении комплексных мероприятий. Вот мы как раз стали той страной, с помощью которой Европейские Олимпийские комитеты эту идею хотят продвинуть. Григорь Васильевич, но я еще бы добавил один аспект, который непосредственно касается олимпизма. Мне политики и дипломаты говорят о том, что сам принцип олимпизма, вот это вот торжество мира, справедливости и честного состязания на спортивных аренах, кому отдать было, если не Беларусь? То есть здесь и спорт, политика, и политика отчасти влияет на спорт. Могу дополнить, вы знаете, 20 лет предыдущих санкционной политики не привели ни к чему. Несколько месяцев последних конструктивных отношений продвинули нас в единении с Европой гораздо сильнее, и мы стали ближе. Так вот, тут же помощник президента ИОК говорит, великолепная идея, ведь мы предлагаем, в отличие от того, что происходит сейчас в современной Европе, разделение, сегрегация, явный раскол между странами Запада и Востока, идею объединения, поскольку регламент игр, он проповедует исключительно олимпийские ценности, абсолютное равенство всех участников, единый подход как к организации проживания, так и к организации соревнований, и это праздник единства Европы. Независимо от того, являются 28 членами ЕС, а остальные нет, все 50 в равных условиях, единая Европа. Наш дом Европа. Да. 15 видов спорта, но я знаю, какой огромный интерес и ажиотаж был к белорусским европейским играм. Знаю, что много заявок к вам приходило для того, чтобы, ну, хотя бы на уровне показательных выступлений расширить программу. Все-таки 15. Да, претендентов было, я вам скажу, порядка 43 видов спорта, которые хотели быть включены в программу европейских игр, но она не может быть безразмерной, и при формировании программы определенные принципы выдерживались. Но изюминки какие-то будут? Изюминки будут, конечно, но если мы вообще говорим о видах спорта, то предпочтение отдавалось тем, которые являются олимпийскими, которые каким-то образом связаны с квалификацией на предстоящие игры в Токио. Но это надо подчеркнуть, что в Минске, по сути, будет проходить квалификация и отбор к теме игр. В 10 видах спорта квалификация будет, причем квалификация трех уровней. Первый и самый высокий – это победители наших соревнований получат прямой допуск на Олимпиаду. Это, скажем, на стольном теннисе. Второе – это рейтинговые очки, которые в общем рейтинге дают возможность квалифицироваться на игры. И третье – показания результата, который может быть принят в качестве норматива на допуск к играм. Это в легкой атлетике, скажем. Диковинные для нас виды спорта вы покажете в Минске? Мы хотим представить несколько видов спорта, в том числе популярная в Европе игра в шары, историческое фехтование. А в рамках спортивной программы не так популярная аэробика у нас будет представлена. Поскольку, вы знаете, организатором соревнований по гимнастике является Европейская Федерация Гимнастики. Она объединяет несколько видов, в том числе спортивную, художественную, прыжки на батуте, акробатику. Остальные виды традиционные, которые пользуются популярностью у наших болельщиков. И, конечно же, мы надеемся на достойный результат. А в отношении полных трибун у нас есть специальная программа «No MT Space». Это главная задача. И здесь мы будем отдавать приоритет, наверное, используя опыт тех же китайцев, местному населению. Поскольку это огромный социальный проект, и мы надеемся, что игры оставят наследие не только материальное, но и социальное. То есть тысячи молодых людей будут приобщены к здоровому образу жизни. И лучшие европейские атлеты послужат для них моделью для того, чтобы продолжить свою карьеру в спорте. Вот тот интерес, зародившийся еще в юности, когда я от корки до корки читал газету «Советский спорт», знал все результаты по всем видам спорта, победителей игр. Он каким-то образом трансформировался, и я вот стал человеком международного олимпийского движения. Наверное, это не случайно. Самая главная цель – это вот тот проект, в который я сейчас вовлечен. Организация вторых европейских игр. И если она пройдет на том уровне, как мы планируем, я могу с уверенностью сказать, что жизнь удалась. Это настойчивость, преданность делу своему и терпение. Сколько примерно иностранных гостей ждете? Так уже есть оценки? Ну, вот смотрите, у нас ожидается 4100 спортсменов. Из них, скажем так, делегация Республики Беларусь будет составлять около, наверное, 300 человек. Может быть, все остальные – это иностранцы. А в плане болельщиков цифры колеблются. Ну, хотя бы порядок. Ну, я думаю, порядок в районе от 60 до 100 тысяч. Огромная цифра, на самом деле огромная для Минска. Ведь готовность, я к чему веду? Готовность к таким соревнованиям – это не только спортивные объекты, их готовность. Это еще гостиницы, дороги, даже знание иностранных языков. В этом-то как? Да, понятно, что Минский хоккейный чемпионат нас во многом в этом смысле подтянул. Сейчас мы реализуем по двум направлениям очень серьезные проекты. Первое – это создание комплексного плана транспортного обслуживания. Чтобы как на чемпионате свободно ходить. Да, но он гораздо более сложный. Конечно. Ведь чемпионат подразумевает по хоккею две арены и две гостиницы для участников команд. У нас будет задействовано порядка 20 гостиниц для наших клиентских групп. И плюс основное место квартирования – это деревня атлетов, где будет проживать 6 тысяч участников. Это тренеры, официальные лица, медики и сами спортсмены. Это студенческий городок на проспекте Дзержинского. Вы уже готовы охранять от фанатов? Периметр. Периметр требования безопасности будут полностью выполнены. Контроль будет очень серьезный. И это одно из требований Европейских Олимпийских комитетов. Но вот в транспортной системе, я уже вам карту как бы раскинул, а плюс – это 12 соревновательных объектов, зоны гостеприимства. И они должны быть связаны транспортными артериями. А если мы говорим о доставке спортсменов и тренеров, то еще точно должен быть выдержан временной интервал. Поскольку мы сейчас такую цепочку раскручиваем. Все это завязано на выход на старт с участием соревнований. Соревнования завязаны на прямую трансляцию. Трансляция на рекламу. И вам уже не надо объяснять, что это такое. Но вот, кстати, плох тот хозяин, который не хочет на таком мероприятии, принимая столько гостей, заработать. Мы заработаем? Возвращаясь к предыдущему моменту о наследии игр, 65% в структуре затрат – это наследие. Вот то, о чем мы говорим. Гостиницы, транспортное обеспечение, общежитие. Ведь, смотрите, это студенческий городок, в котором живет порядка 10 тысяч. Там будет проведен ремонт, будет заменена мебель, отремонтирован стадион. И это даст возможность нашим студентам продолжать свою учебу в совершенно другом условиях. И таких объектов, каждый из спортивных объектов, который будет, скажем так, подведен под стандарты проведения соревнований, ведь это тоже наследие, оно останется у нас. Ну а языковом барьере, то, что вы сказали, армия, армия молодежи будет вовлечена в этот процесс волонтеров. И на сегодняшний момент, вы представляете, какой интерес, всплеск интереса у молодежи? Более 6,5 тысяч заявок. И около тысячи – это из зарубежных стран. Я представляю, какой после этих игр, да и во время этих игр, будет всплеск комментариев, эмоций, в том числе и в социальных сетях, и в интернете по Беларуси. Эффект этот будет зависеть, прежде всего, от нашей работы. Насколько качественно мы ее сделаем, и насколько удовлетворим требования спортсменов. А если все получится на спортивных объектах, и это будет праздник спорта, естественно, болельщики будут довольны, и вот это впечатление, оно распространится просто как волна цунами, которая будет зародиться в Минске и пройдет через всю Европу, скажем так, до окраин. Но цунами положительный. Прежде всего, это семья, место-то, где родился, школу, школьные друзья, я, с кем часть жизни прошел, студенческие годы, и в конце концов, тот период жизни, который ты прожил не для себя, а для кого-то, ради чего-то. Друзей не может быть много. И, наверное, характеристика вот этого понятия друга – это то человек, на кого ты хотел бы опереться в самые трудные моменты своей жизни. У человека спонтанно много раз. А любовь, прежде всего, доверие и уважение. Вот два качества, которые неразделимы. Где ты чувствуешь себя исключительно комфортно. И, знаете, это связано, наверное, с объятием мамы. Вот я больше всего, наверное, это чувство бы так охарактеризовал. Для меня, наверное, самое главное все-таки – это счастье моих близких. Поскольку у меня большая семья, шесть внуков, и каждый из них приносит мне кусочек счастья, когда я вижу, как кто-то сделал первые шаги, у кого-то появился первый зуб, а кто-то достиг первых успехов в спорте, а кто-то уже стоит на пьедестале. Спорт сегодня – это еще и картинка. Вы довольны тем, как мои коллеги-журналисты готовятся к освещению этих событий или уже освещают их подготовку? Внутри республики я считаю, что освещение и внимание к играм достаточно высоко. И здесь спасибо и Министерству информации, и, скажем, администрации президента. В этот процесс вовлечены практически все средства массовой информации. Но наша задача – выстроить планомерное освещение игр, прежде всего, за рубежом. Настроить вот эти коммуникационные каналы. И еще более важно – обеспечить трансляцию игр. Мы провели конкурс на определение вещателя. Это известная испанская компания АСБ. Одним из условий выбора этого транслятора было участие белорусских специалистов. И оно выражается в чем? Мы покупаем четыре новых передвижных телестанции. Обслуживаться они будут нашими специалистами. И уже в предварительном плане освещения мы знаем, что показ церемонии открытия и закрытия возлагается именно на белорусские бригады. И вам, как специалисту-телевизионщику, будет понятно, какой опыт получат люди наши, отработав этот проект. Когда можно будет купить билеты? Сколько они будут стоить? Не будут ли задраны цены? Это уже известно? Ну вот назначен официальный билетный агент. Это компания TicketPro, которая зарекомендовала себя очень хорошо на хоккейном чемпионате. Имеет международный опыт. Продажа билетов будет вестись как в кассах, так и онлайн. И даже с привлечением партнеров наших за рубежом. Также будут реализованы приложения, на которых можно будет увязать покупку билетов с туристическими услугами. И наоборот. Человек, запранировавший гостиницу, он на сайте найдет тут же предложение по сессии билетов. В отношении цен, цены будут демократичные, но политика такова, что мы не должны допустить пустых трибун. Ну и есть соревнования повышенного спроса, как церемония открытия, закрытия, скажем, пляжный футбол. Мы уже точно знаем, что он очень будет востребован. И цена будет определяться популярностью. Еще один очень принципиальный момент, который всегда, к сожалению, в последнее время всплывает вместе с темой спорта, это тема допинга. Насколько сурово будет допинг-контроль на наших играх? Есть такой вот яркий пример. Вы знаете, что накануне Олимпийских игр в Пьенчанге российская команда находилась под дамокловым мячом с санкцией. Но тем не менее, им не удалось избежать даже во время игр двух случаев, которым, к сожалению, до сих пор никто так и не дал объяснение, как это произошло. Но что на нас, как на организаторов возлагается, что поскольку европейские игры находятся в линейке соревнований, таких важных, как Олимпийские игры, континентальные игры, то политика Международного Олимпийского комитета в отношении участия чистых спортсменов должна быть первая реализована и должна быть гарантирована. Во что это выльется? Примерно у нас есть программа обеспечения антидопингового контроля. Из четырех тысяч спортсменов тысяча будет протестировано точно во время соревнований. Мы уже провели ряд встреч с независимой тестирующей организацией, специально учрежденной Международным Олимпийским комитетом. И сейчас обсуждаем технические элементы сотрудничества, поскольку главная цель сейчас не ловить нарушителей во время соревнований, а предотвращать и избежать приезд таких нарушителей на соревнования. А здесь используются методы разведки, анализа, пресс-соревновательного тестирования, разный комплекс мер. И я как болельщик, и вас спрашиваю как болельщика. Нам, белорусам, в каких видах спорта стоит ждать успеха? Как мы готовы? Очень много высокого уровня спортсменов, которые будут участвовать в видах программы. В спортивной гимнастике мы понимаем, что не можем рассчитывать на большие достижения. Тем не менее, в отдельных упражнениях вполне могут быть медали. Но наш традиционный вид, художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика – это все предмет гордости наших спортсменов. Дальше, скажем, такой белорусский вид спорта, который стал за последнее время – это гребля на байдар, как и каноэ, борьба. Дзюдо делает очень серьезные успехи в последнее время. Легкая атлетика – мы тоже можем надеяться на ряд выдающихся результатов. Сейчас залог успеха нашей национальной команде лежит в четко спланированном процессе подготовки. Вывести на пик формы и отобрать лучших, действительно. Ну что, я желаю нашим спортсменам успеха, но прежде этого успеха хочется пожелать вам, организаторам, поскольку от вас во многом зависит и наш праздник болельщиков, и торжество наших спортсменов и нашего спорта. Спасибо большое. Спасибо.